Ну что, поспрашиваем у тех, кто работает в магазинах, может быть кто-то что-то знает. Давайте зайдем в книги, что нам здесь поведают и расскажут. Добрый день. Добрый день. Скажите, а вы что-то знаете по поводу ограбления банкомата? Видели, может что-то слышали, как полиция сработала? Так, ну, во-первых, я представлюсь. Меня зовут Роменская Татьяна Ивановна. Я продавец-консультант-кассир данного магазина. Ну, что я могу сказать? График работы у меня с 9 до 6. В тот день я отработала до 6 вечера. Утром пришла, открыла магазин, как правило. И пошли люди говорить, вы знаете, тут банкомат взорвали. Ну, я так вышла, посмотрела. Машины там подъехали, стояли, по-моему, полицейские машины. И буквально ко мне подходят покупатели. Где-то я так в окно посмотрела. Видно, что подъехала, ну, вот напротив магазина полицейская машина. Вот. Я так поняла, что они начали тормозить водители автомобилей. Угу. Ну, так я понаблюдала. Тормозили обычно белые и светлые машины. Так. Ну, а поймали кого-то, нет? Не знаю, троим или четверым писали протоколы. Угу. Вот, по моим наблюдениям. А там снимали, там что-то на асфальте около магазина валялось. Вот. Но задержания никакого не было, да? Никто никого не задерживал. Вы знаете, я никого не видела, чтобы задерживали. Угу. Вот. А дальше я не знаю. Что еще, в принципе, наблюдала. Тут обычно ходят, знаете, такие вот люди. Я смотрю, может быть, освободившись или что. Очень много пьяных иногда видно ходят. Ну, я так поняла, что сейчас праздники прошли. Всем нужны деньги, да? Всем нужны деньги, да. Ясно. Недавно, буквально, может быть, полмесяца назад тут говорили, что и нашу цирк обворовали. Ну, это мы не знаем, узнаем еще. Так что, мало ли кто. Кому деньги нужны, те и воруют обычно. А деньги всем нужны. Спасибо.